Сегодня на библейском портале Экзегет мы поговорим о событии, которое традиционно именуется 12-летний отрок Иисус. Содержится повествование об этом во второй главе Евангелия от Луки. Сначала прочитаем это повествование. Вторая глава, 39 стих. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи, и когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздник возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матери Его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища Его. «Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие Его, дивились разуму и ответом Его, и, увидев Его, удивились. И матерь Его сказала ему, «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великую скорбью искали тебя». Он сказал им, «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и матерь Его сохраняла все слова сии в сердце своем, и Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и любви у Бога и человеков». Вот повествование, которое, по сути дела, открывает нам совсем немного информации об нашем Спасителе, когда Он был в возрасте отрочества. Исключительная информация. И следует признать, что одним из весьма непростых для понимания мест не только Евангелия от Луки, но и всего четверо Евангелия являются слова 12-летнего отрока Иисуса, сказанные им своим родителям, Марии и Иосифу, после того, как они лишь на третий день поисков нашли его потерявшегося, сидящим при Иерусалимском храме. «На упрек Марии, чадо, что ты сделал с нами, вот отец твой и я с великую скорбью искали тебя?» Он ответил им, «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Помимо неясного смысла выражения «мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему», Евангелие говорит о том, что его не поняла даже Богоматерь, трудной для читателя является возможность принятия логической оправданности той холодной и даже суровой тональности, с которой 12-летний отрок произносит эти слова. При исследовании последнего аспекта можно увидеть, что толкователи или как бы не замечают этого, или часто смягчают его, как это делает, например, блаженный Феофилакт, или объясняют слишком общими положениями, которые уводят мысль читателя в аллегории, находящаяся далеко за рамками происходящего, а происходящее связано напрямую с сердечными переживаниями и болью при Святой Богородице, как об этом хорошо говорил преподобный Силуан в своих дневниках. Очевидно, что логически оправдать холодность тона слов Иисуса Христа можно лишь через определяемое контекстом происшествия понимание выражения «мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему». Несмотря на то, что традиционное общепринимаемое объяснение вышеозначенных слов связывается чаще всего с пребыванием отрока в храме, и нередко перевод дается именно такой «мне должно быть в доме отца моего», все-таки смысл слов должен и может быть другим. Христос говорит о необходимости пребывать Ему в исполнении воли Бога Отца. Вот в Евангелии от Иоанна мы найдем такие, например, слова «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». О чем эта воля? Это воля о том, чтобы Иисус был распят на кресте, претерпев мучительнейшую, позорнейшую смерть. Об этом Он открыл в беседе с Никодимом. Евангелие свидетельствует, что отдание себя на вольные страдания и смерть по воле Бога Отца потребовало предельных усилий от Бога человека. Здесь можно обратиться к тексту, где находит отражение так называемое гефсиманское моление. Например, по Евангелию от Матфея, 26 глава, 38-39 стихи читаем. «Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною. И отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил, «Отче мой, если, возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Или текст Евангелия от Луки, 22 глава, 41-44 стих. «И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». «Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в барении, прилежнее молился, и был под его, как капли крови, падающие на землю». Очевидно, что спасительный подвиг требовал и колоссальнейшей подготовки. Если в четверо Евангелия мы попытаемся найти моменты повествования, в которых спаситель жестко реагировал на, в принципе, дружелюбные по человеческому рассуждению предложения людей из числа ближайших к нему, то окажется, что все эти случаи свидетельствуют об одном. Господь постоянно и очень напряженно готовил себя к подвигу. И любая попытка ослабить это напряжение, отвлечь его чем-то земным, нейтрально по человеческим понятиям, категорически и сурово им отвергалась. Вот к таким местам четверо Евангелия можно было бы отнести следующие тексты. Иоанн, 2 глава, 3-4. Это брак в Кане Галилейской. Здесь мы прочитаем. «Матерь Иисуса говорит ему, вина нет у них». И Иисус говорит ей, «Что мне и тебе, жену, еще не пришел час мой». Иоанн, 4 глава, 31-34 стихи. «Между тем ученики просили его, говоря, «Рави, ешь». Это после беседы с самарянкой. Но он сказал им, «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собой, «Разве кто принес ему есть?» И Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю, пославшего меня и совершить дело его». Матфей, 12 глава, 47-50. «И некто сказал ему, «Вот, Матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему, «Кто, Матерь моя и кто, братья мои?» И указав рукой своею на учеников своих, сказал, «Вот, Матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне и брат, и сестра, и матери». Следующий пример. Матфей, 16, 21-23. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшины, первосвященников и книжников, и быть убитую в третий день воскреснуть. И, отозвав его, Петр начал прикословить ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Лука, 12-я глава, 49-50. Слова Христа. «Огонь пришел я не завести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением я должен креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». Последний пример. Лука, 22-36-44. Тогда он сказал им, «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и сумму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч, ибо сказываю вам, что должно исполнится на мне, и сему написанному, и к злодеям причтен. И то, что о мне, приходит к концу». Они сказали, «Господи, вот здесь два меча». Он сказал им, «Довольно». Итак, если в контексте основной мысли, ради которых приведены вышеозначенные примеры, а приведены они для того, чтобы подтвердить, что Господь категорически отвергал всякий намек на отвлечение от усиленной подготовки к подвигу к Голгофе. Итак, если в контексте этой мысли рассмотреть и наш отрывок с 12-летним отроком, то не откроется ли и в нем свидетельство того, что уже будучи 12-летним мальчиком, то есть с самых первых моментов своего сознательного бытия, Иисус начал готовиться к Голгофе. Нельзя не заметить, что рассматриваемое нами выражение «Зачем вы искали меня? Разве вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему?» Итак, рассматриваемое нами выражение – это первые хронологические слова во всем четвероевангелии, которые произносит Бога человек. Но бросается в глаза и другое. Событие с 12-летним отроком Иисусом идет тотчас с заповествованием о принесении 40-дневного младенца Иисуса в храм, где упоминается о праведном Симеоне. Примечательно то, что, согласно Евангелию, Симеон был праведником, который ожидал долгие годы Христа. В тексте мы читаем, ему было предсказано Духом Святым, то есть Симеону, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И те слова, которые произносит Симеон, конечно, свидетельствуют о том, что он долгие годы ожидал Христа. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром». Слово «отпускаешь» в синодальном переводе «стоящее» по-гречески звучит так, что должно было бы быть переведено, как «освобождаешь из темницы». По всей вероятности, вот это ожидание Симеона Христа сопровождалось серьезнейшей подготовкой к обещанной Духом встречи, поскольку она была обещана Богом и не могла не произойти. И подготовка Симеона заключалась не только в посте и в молитве, но и в тщательнейшем изучении мессианских мест Писания. Поэтому можно утверждать, что на момент пришествия в мир Господа Симеон лучше всех знал правильное учение о Мессии и его спасительном деле. Симеон приходит по вдохновению в храм. И текст славянский здесь более точно нам дает выражение «духом был приведен в храм». Соответственно, слова, которые он говорит, они не просто от Бога, но и еще это слова самое важное, что нужно было сказать той, которая была матерью младенца. Итак, практически цитируя пророка Исаию, Симеон говорит, «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий». А вот Исаия, 8 глава, 14 стих. «И будет он освящением и камнем преткновения, и скалой соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима». Причем важно, что Симеон приводит пророчества, явно идущие в разрез с общепринимаемым на то время у иудеев учением о Мессии. Симеон произносит, в принципе, ошеломляющие для Богородицы и, конечно, для читателя слова. Слова такие «Тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». И, по сути, получается следующее. Пока читатель находится под впечатлением этих слов Симеона, которые все толкователи понимают как пророчество о Голгофе, евангелист Лука, идущим далее событием о 12-летнем отверке Иисусе, показывает то, что это пророчество, уже вступив в силу, находится в действии. Не хочет ли евангелист вообще сказать, что, начав готовиться к Голгофе, сам Христос начинает готовить к ней и ко всему тому, что за ней откроется, и свою причистую Матерь? Ведь не случайно евангелист делает замечание о том, что лишь на третий день был найден отрок Иисус. И та тревога и боль души Богородицы, которые держали ее в течение всего времени поиска своего 12-летнего отрока, конечно, прообразовывали ту великую скорбь Девы Марии, которую она претерпевала во время трехдневного погребения Бога-человека. Но уместно поставить еще и другой вопрос. Что делает 12-летний отрок среди учителей иудейских? Ведь получается, что при первой же возможности вступить с ними в контакт, то есть достигнув так называемого малого совершеннолетия, которое наступало в 12 лет, Бога-человек сразу это делает. Писание говорит нам, что учителя, цитирую, «дивились разуму и ответам Его». Но Писание не оговаривает, что это удивление было вызвано юностью отрока. По всей вероятности, Иисус ставил вопросы и после ответов на них учителей и отвечал на них сам, причем очень неожиданными для слушающих религиозных вождей словами. И нельзя ли предположить, что Христа интересовали уже на данный момент те заблуждения в учении о Мессии, которые в конце концов и должны были возвести Его на крест, на Голгоф. С учетом того, что евангелист Лука, как он сам говорит об этом в начале своего Евангелия, хочет дать твердое основание своего учения о спасении державнейшему Феофилу, все это приобретает колоссальнейшую важность для понимания такового. Уместно заметить еще и следующее. Рассматриваемый нами отрывок о 12-летнем отраке Иисусе входит в составное евангельское чтение за божественной литургией в праздник обрезания Господня. Здесь после стиха 2.21, который звучит так, «По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом, прежде зачатия его в очреве, делается приступка и сразу читается повествование, который, на первый взгляд, не имеет никакого отношения к событию обрезания и имя наречения». Предполагать, что Церковь распорядилась читать этот текст именно в день обрезания из намерения, ну что ли, не дать выпасть повествованию 12-летнем отраке Иисусе из годового круга чтений, не найдя более подходящего дня, конечно, наивно. Тогда почему? И вот ответом на поставленный вопрос может послужить читаемое в этот праздник обрезание апостольское зачало из послания к Колосиным, где смысловое ударение, конечно, падает на два последних стиха этого апостольского чтения. Они звучат так, Колосин 2, 11-12. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли, веруя в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Итак, Церковь помещает повествование о 12-летнем отраке Иисусе и все, что за этим повествованием стоит, для того, чтобы засвидетельствовать перед верующим человеком, что обрезание сердца очень болезненное и кровоточащее в духовном смысле слово «операция». Но, не претерпев этого, никто не сможет стать истинным христианином. И истинный пример того, как это совершается, через послушание и смирение, нам дает именно Божия Матерь в этом повествовании. Божия Матерь